Божье слово дает нам основание, на котором можно строить свою жизнь, семью и брак. Без Божьего слова мы окажемся под влиянием того, кто сегодня громче всех говорит. Лжи-пророки, лжи-учителя и обман. Не правда ли? Веселое название. Я хочу напомнить вам о том, что Иисус не только наш Спаситель, не только Мессия, но Он также и Пророк. Более того, Иисус из Назарета, самый великий еврейский Пророк. И я полагаю, что Ему есть, что сказать нам сегодня, в 21 веке. Его Пророчества распространялись не только на Первый век. Вряд ли кто-то удивится, узнав, что по мере приближения к концу света мы наблюдаем рост лжи-пророчества. Одной из характеристик последних времен является более очевидное проявление силы Духа Антихриста. Сегодня к Иисусу относятся далеко не так толерантно, как во времена моей молодости. В школах, в институтах мы забыли 10 заповедей. Личность Иисуса вызывает споры. Когда вы говорите об уникальности Иисуса, о том, что Он единственный истинный путь, то все противники понимают, почему это так. Ведь дело не в политике и идеологии. Дело в Духе. Они несут в себе Дух Антихриста. И по своей сути, Дух Антихриста — это Дух Ложного Христа. А если растет Дух Антихриста, то вполне логично, что Дух Лжепророков также будет расти. Пророк открывает человечеству волю Бога. Лжепророк открывает человеку волю, которая кажется Божией, но это не так. Это ложная воля. В Новом Завете ясно сказано о том, что этот век подходит к концу. Жизнь кончается. Мы на Земле не навечно кузнечик. В конце времен произойдет открытый конфликт между царством сатаны, правящим в сердцах крайне известных личностей, а Антихрист — это мировой правитель, а его пособник — это лжепророк. Между ними и Божьим народом — настоящий конфликт. Кульминация наступит тогда, когда на Землю придет Иисус, царь и судья, и защитит свой народ. Поэтому на сегодняшнюю ситуацию в мире можно смотреть как на конфликт между истинным ложным. Нам не нужно попасть в серую зону или золотую середину. Писание неоднократно указывает нам на это, чтобы мы смогли подготовиться. Сказано, что нас ожидают темные времена беспрецедентной аморальности, извращения и жестокости. Человеческие нравы будут ухудшаться, и это произойдет быстро. Но не отчаивайтесь. Сказано, что когда это произойдет, мы будем пожинать небывалый урожай праведности. Люди будут принимать Иисуса своим Господом и Спасителем, как никогда раньше. Я верю, что во время последнего урожая к Богу придет больше людей, чем за весь период человеческой истории. Как свет, так и тьма будут расширять свои территории в это время. Иисус предупреждает нас об этом периоде заранее. В Евангелии от Матфея, 24 главе 10 стихе, Иисус говорит «Тогда». Он говорит о времени, предшествующем Его Второму пришествию. «Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предаваться. И многие лже-пророки восстанут и прелестят многих». Он трижды использовал слово «многие». Он сказал «Многие» — отвернутся от веры, появятся многие лже-пророки, и многие будут обмануты. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной в свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Давайте посмотрим, что нам делать, когда настанет подобное время. Нам нужно сделать все возможное, чтобы поделиться с людьми Евангелием. «Проповедовать до конца своих дней». Возможно, ты не доживешь до конца времен, поэтому проповедуй до конца своих времен, чтобы все, на кого ты влияешь, все, кому важно твое мнение, знали тебя как человека, который проповедует Царство Божие. Это ускорит возвращение Царя. Иисус также обращается к нам в 7 главе Евангелия от Матфея, в 15 стихе «Берегитесь лже-пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде». Внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смог вы? «Берегитесь лже-пророков», — говорит Иисус. «Они обманут вас, не раскрыв своего истинного намерения. Они будут одеты в скромные одежды». Но на самом деле это жестокие хищники. «Берегитесь», — сказал он. Он не говорил, что мы не будем с ними соприкасаться. Он не сказал, что наши отношения с ним избавят нас от общения с ними. Он сказал, что они обманут нас. Они будут казаться невинными. Но это не так. Как их определить? По марке одежды? По месту проведения досуга? По языку? Нет. Индикатор их намерений — это их плод. На ум сразу приходит несколько вещей. Плоды духа — это черты характера, которые созидаются в нас, Божьим Духом. Любовь, радость, мир, долготерпение. Далее. Благость, милосердие и воздержание. Сказано, что на таковых нет закона. Эти качества проявляются в вас, когда вы отказываетесь идти на поводу у своей греховной природы, подчиняетесь Богу и намеренно взращиваете их в себе. Плоды не начнут расти, если мы просто будем ходить в церковь. Можно оставаться эгоистичным, самовлюбленным грешником, постоянно при этом посещая собрания. Пусть религиозные атрибуты и праведные речи не обманывают вас. Важны лишь плоды. Вот о чем предупреждает нас Иисус. А теперь давайте немного поговорим о природе лже-пророков. Мне кажется, современная церковь не очень хорошо в ней разбирается. Для этого давайте обратимся к еврейским пророкам. Иеремия, 14 глава. Иеремия — это пророк Иерусалима. Его основное послание народу Иерусалима звучало так «Грядет ваш судный день». У него была очень непростая задача. Итак, Иеремия, 14 глава, 11 стих. «И сказал мне Господь, «Ты не молись о народе сём во благо ему». Это противоречит нашему представлению о пророчестве от Бога. Нас учили прямо противоположному. Господь сказал Иеремии, «Не молись о народе сём во благо ему». Он не говорит о язычниках из Вавилона, приближавшихся к их землям. Это Божий народ, живущий в Иерусалиме, потомки Авраама, Исаака и Иакова, эквивалент самым религиозным людям среди нас сегодня. А Господь говорит, «Не молись о народе сём во благо ему». «Если они будут поститься, я не услышу вопли их. Если вознесут всесожжение и дар, не приму их, но мечом и голодом и моровою язвою истреблю их». Иеремия отвечает ему, «Господи Боже!» Вот пророки говорят им, «Не увидите меча и голода не будет у вас, но постоянный мир дам вам на сём месте». Иеремия оказывается в трудном положении. Ему велено передать послание, в корне отличающееся от послания всех остальных пророков. Их пророчества всем нравятся. Они говорят, «Бог столько раз помогал нам, что и не сосчитать. Вам не нужно меняться. Не стоит обращаться внимания. Прислушиваться. Всё будет так же, как и прежде». Но у Иеремии другое послание. Господь говорит, «Больше не молись за этих людей. Я не стану их слушать». Иеремия пытается защитить их, говоря Богу, «Господь, их окружили лже-пророки, которые говорят им то, что они хотят услышать». На что Бог ответил, «Пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видение ложное и пустое, и мечты сердца своего, Он говорит моему народу, пророчествуют. Но я тут не при чём. Это мечты их сердец, их мысли и желания. И народ, которому они пророчествуют, разбросан будет по улицам Иерусалима от голода и меча. «И некому будет хоронить их. Они и жёны их, и сыновья их, и дочери их. Я и залью на них зло их». Я хочу обратить ваше внимание сегодня на то, что Бог возложил на людей ответственность за развлечение ложных и истинных пророчеств. Ответственность за распознание пророчества от Бога нёс сам народ. А последствием веры в ложное пророчество было наказание от Бога. Хочу также отметить, что лже-пророки это не обязательно религиозные люди. Это влиятельные люди, которые презентуют людям искажённую Божью волю. Поразмыслиться над этим. Лже-пророки могут не быть одеты в религиозные мантии. Они могут не появляться в церкви, не занимать духовных постов. Лже-пророк — это любой человек, который уводит нас от истинной Божьей воли. Иеремия 23, глава 15 стих. «Посему так говорит Господь Саваоф о пророках, а вот я накормлю их полынью и напою их водой желчи». Ибо от пророков иерусалимских нечестие распространилось на всю землю. Тот, из-за кого распространяется нечестие, является лже-пророком. Или, другими словами, лже-учителем или лже-пророком. Мы мыслили слишком узко. Мы не видели опасности. Мы доверились мнению людей. Мы окружили себя безнравственными, не боящимися Бога людьми. Потому что нам нравится их жизнь, их таланты, способности, энергетика. Уже десятки лет пасторы, служители и проповедники оказывают все меньшее влияние на нашу культуру. Не так давно было время, когда по понедельникам в главной утренней газеты страны на первой странице мы читали проповедь пастора, ведущей церкви в городе. Влияние церкви ослабевает уже давно. Это тенденция не последних нескольких лет. Кому вы прислушиваетесь? Скажите, кто оказывает на вас влияние? Кто может говорить вашу жизнь? В четвертой книге царств, 23 главе, в Израиле правил царь Иосия. Он известен как реформатор, и царем он стал, когда был еще мальчиком. Но уже тогда он был с Богом. Он приказал отремонтировать обветшалый храм в Иерусалиме. Представьте, тот самый храм, располагающийся в центре Иерусалима, пришел в такую негодность, что не работали даже двери. И когда они ремонтировали храм, они нашли Божий закон, спрятанный в стене. Они потеряли Библию, и никто этого не заметил. Четвертая книга царств, 23 глава, 1 стих. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого. И прочел вслух их, все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил перед лицом Господнем Завет, последовать Господу и соблюдать заповеди Его и откровения Его и уставы, Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова Завета Сего, написанные в книге Сей. «Реформа вступает в силу после знакомства с Божьей истинной». Не думаю, что можно переоценить важность Божьего Слова в жизни человека. Без Него вы беззащитны перед любым обманом. «Царю было, что терять». Он пошел на колоссальный риск. Я не буду читать все, но вот пример. «И повелел царь первосвященнику и вторым священникам, и стоящим на стражу порога, вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и для Астарта, и для всего воинства небесного». Также сказано, что он разрушил домы блудилищные, которые находились около храма. Разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. Безнравственность и аморальность царили около храма, но священники и правители не сказали, может, не стоит так делать. Либо подавляющее количество людей наслаждалось безбожничеством, получало от Него выгоду, процветало за Его счет, либо Божье Слово оказалось так далеко, что ни у кого не хватило смелости напомнить народу о Его существовании. Я хочу, чтобы вы посмотрели на лжепророков под другим углом. Хочу, чтобы вы посмотрели на Библию под другим углом. Чтение Писания меняет наше сердце и наш взгляд на мир. Помните вот что? Вы делаете выбор каждый день, к кому вы прислушиваетесь. Евангелие от Матфея, 7 глава. «Берегитесь лже-пророков». Они приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суться волки хищные. По плодам их узнаете их. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. «Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли именем мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Мы подходили к этому несерьезно, не задумывались. Мы повторяли слова молитвы, ныряли в бассейн, обеспечивая себя тем самым безопасностью и жили, как хотели. Но Иисус учит нас совершенно иному. Проще говоря, вот что я хочу до вас донести сегодня. Нам нужно перенастроить свой плодометр. Он показывает неправильно. Нам нужно становиться более проницательным и духовным. 20-й год дает нам уроки слушания. Кого слушать? Что слушать? Мы учимся слушать Бога каждый день. Если вы занимаете положение того, кто принимает решения, это непростое время. Нужно принимать решения каждый Божий день. И за многими решениями слышны голоса жалоб. Что бы вы ни решили, кто-нибудь обязательно скажет, «Мне это не нравится». Обычно они прячутся за клавиатурой. Там, где их не достать. Недовольные ворчат где-то в тени. Из-за подобных конфликтов и разногласий очень и очень много людей просто перестали расти. Перестали пытаться. Решили переждать. Не думаю, что это эффективно. Потому что силы и духи, несущие разрушения и порождающие конфликты, не хотят, чтобы мы вырвались из их цепей. Нам нужно научиться слушаться внимательнее. Я приведу вам один пример. Помните Саула и Старса? Его нанял Иисус. После этого он пошел в Иерусалим. В то время там был деловой центр. Когда Павел пришел в Иерусалим, он попытался присоединиться к ученикам Христа. В конце концов, его отправил Иисус, сказав, «Я хочу, чтобы ты проповедовал язычникам, в этом твоя миссия». И он приходит в Иерусалим, христианский центр, и пытается влиять на общество учеников, но те его боятся. Они не верят, что он один из них. Они не глупые, потому что совсем недавно он хватал таких, как нас, и сажал в тюрьму. Мужчин и женщин. Он радовался, когда их убивали. А потом он встретился с Иисусом, пришел к ним и сказал, «Я один из вас». И Петр на это ответил, «Ну да». Варнаба же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. Небольшой плод, и пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил так же и состязался с еленистами, а они покушались убить его. Он только начал учиться, вступив на путь христианства. Он впервые оказывается в числе христиан в Иерусалиме. Несколько дней его никто не трогал, а потом его решили убить. Братья, узнав о сем, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Саул из Тарса — это апостол Павел. Его избрал Христос, и он, измененный, приходит в Иерусалим. Ученики пытаются понять, что с ним произошло и кто он. Мы вели себя как снобы, высокомерно, горделиво. У нас был список качеств. Если ты ими обладаешь, мы тебя примем. Если нет, мы тебя отвергнем. Он убийца, жестокий, злой человек. Он был на стороне оппозиции. Но затем он встретил Иисуса. Нам нужно перенастроить свои плодометры. Мы слушали тех, кто вел нас ко греху, к жизни без Бога, без нравственности, выписывал нам разрешение и не призывал нас к покаянию. Потому что они подходили под наши критерии в том самом списке. Я хочу закончить на послании, которое Иисус дал двум Своим церквям. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенно пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Та же глава. Ангелу Ладикийской церкви напиши. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Золотая середина, церковь. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нак. Очевидно, у тебя все совсем плохо, раз ты слеп, нак, нищ, и не знаешь этого. Вот что делает обман. Они так поверили в этот обман, что нажили себе богат, и больше ни в чем не нуждаются. Не припоминаете ли вы никаких современных учений, которые говорят нам, если вы богатые, счастливы, одеваетесь в хороших магазинах, водите хорошие машины, то у вас все в порядке. Мы нередко слышим подобное сегодня. Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была сармота ноготы твоей. Будь ревностен и покайся. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не выбора. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. А нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллана, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Церковь, мы продолжаем двигаться вперед. Мы проводим служение. Наша церковь жива. Мы хотим, чтобы вы были с нами. Мы не могли приходить с марта. Сегодня мы впервые здесь, и мы очень рады быть сегодня здесь. Это ободряет, потому что ты видишь, что мы можем быть вместе. Это здорово. Когда я услышала о ковид, то не испугалась. У меня есть Бог, и я ничего не боюсь. Совершенно ничего. Я призываю людей приходить встречаться, общаться, быть частью тела Христова. Не верьте лжи, что вы можете быть сами. Это совершенно не так. Жизнь чудесна. Возвращайтесь. Приходите в церковь снова. Приглашайте своих друзей и родных. Это будет чудесное время. Надеемся увидеться с вами. Христианство больше всех повлияло на формирование ценностей и путей нашей страны. Я верю, что благодаря нашей вере мы получили невероятное благословение Божие. Наша страна несовершенна. Но если мы отложим ценности, которые стали началом наших свобод, то свобод не останется. Наша страна оказалась на перепуте. Вскоре нам придется выбрать направление, и вопрос не выбора. Я верю, что впереди нас ожидает событие, такое же важное, как Геттисберг. Нам нужен Божий взгляд. Вызов, с которым мы столкнулись, не связан с грехом нечестивых. Он связан с безразличием верных. А нужно изменить наши сердца. Я поделился некоторыми уроками с нашей церковью, и хочу поделиться этим с вами. Мы выдали книгу «Боже, благослови Америку снова». Нет никаких сомнений в том, что Бог благословил эту страну. Он создал нас и поддерживает нас. Но наше место в будущем больше связано с сердцами народа Божьего, чем с политиками. Нам нужна пророческая перспектива от Бога прямо сейчас. Пожертвовав сегодня, вы получите диск с проповедями пастора Аллена, в которых говорится о том, что нужно для исцеления нашей страны. А тот, кто пожертвует 25 долларов или больше, получит его новую книгу. «Боже, благослови Америку снова». Жертвуйте сегодня по номеру, который видите на экране или на нашем сайте.